Здравствуйте, меня зовут Алексей Завьялов. Сегодня выбираем прогулочную трость. У меня здесь три представителя этого подвида. Китайская 3000 рублей, английская 5000 рублей и тоже английская, но уже 10 тысяч рублей. Итак, китайская фирма Геоби. Во-первых, материал. Это синтетика, и если летом вы ее будете использовать, ребенок в шортиках, можно натереть ножки и получить какую-то аллергию. Спинка поднимается очень странным для таких колясок способом. Мы выдергиваем здесь вот такую вот лямку, и она поднимается. Даже продавцы в магазинах говорят, что это ненадолго, потому что она может просто порваться или растянуться. Поскольку бампер не спасает от выпадения, приходится его пристегивать. Но, как вы видите, вот эта вот лямочка, она тоже сильно не защитит ребенка. И, наверное, главный минус. Коляску очень сложно складывать. Мы должны опустить капюшон, поднять вот эту деталь, нажать здесь две кнопки. Они, конечно, легко нажимаются, но действий очень много. И, наконец, ее попробовать сложить. Вот у меня с первого раза оно получилось. Вот так вот я ее сложил. В таком виде она может быть, конечно, и легко переносима, но очень ненадежна, как мне кажется. Дальше хочу несколько слов сказать про колеса. Обратите внимание, это пластмасса, а крепление здесь для того, чтобы фиксировать, чтобы они ехали прямо, ну уж очень ненадежное. Мне кажется, это сломается неделю через две, через три. Так что будьте внимательны при покупке такой коляски. Это, ну, буквально на несколько месяцев. Может быть, поехать куда-то на юг и там ее бросить. Следующая коляска – английская фирма Silver Cross. Материал тоже синтетика, хотя, на мой взгляд, ну, по крайней мере, на ощупь она более, какая-то, кажется, надежная и менее маркая. Крепление, которыми ребенок будет привязан сюда, чтобы не вывалиться. Они уже захватывают и плечики, то есть более надежно. И, наконец, момент подъема спинки. Для того, чтобы опустить, тут придется постараться, потому что производитель, ну, как мне кажется, не продумал этот момент. Нужно вот тут вот раздвигать эти полосик и как-то не с первого раза у нас получится опустить вот эту вот спинку. Что, конечно, очень неудобно, если ребенок у вас сидя, уснул. Вот складываться она должна достаточно просто. Буквально два движения. Ногой на педаль и потянули на себя ручку. Все, коляска сложилась. Здесь есть ручка, за которую можно взять. И обратите внимание, специальный фиксатор, то есть она уже не раскроется. Последнее, что хочу сказать, колеса, это вспененная резина, то есть ход более мягкий. Итак, третья коляска McLaren, тоже английская, стоит 10 тысяч рублей. Что сразу хочу сказать, материал дышащий, то есть у ребенка не будет потнички. Мама знает, о чем я говорю. Это специальные лямочки на плечи, он не выпадет. Поэтому, именно поэтому здесь нет бампера, который очень любят все родители, потому что им кажется, что это безопаснее. Нету бампера, зато есть специальный замок. Обратите внимание, надо нажать здесь две кнопки с двух сторон. Производитель уверяет, что ребенок не догадается и сам не раскроет. Этот замочек, соответственно, не вывелится из коляски. Как мы опускаем спинку? Очень просто. Здесь есть две клавиши сзади. Вы их нажимаете. Спинка опускается, поднимается в любом положении. То есть, если ребенок уснул, нет никаких проблем в том, чтобы опустить и уложить его спать. Это, конечно, большой плюс. Давайте попробуем сложить. Это у меня самое любимое занятие. Нажимаем и подтягиваем наверх. Все проще, чем даже в предыдущей модели. Не надо нагибаться и тянуть за какой-нибудь рычаг. Здесь есть уже знакомый нам фиксатор. Да, коляска не раскроется. Что касается колес, то это любимая мной спиненная резина. Ход очень мягкий, коляска маневренная. По традиции подводим итоги. Китайская коляска. Три тысячи рублей. Сломается месяца через три-четыре полностью. Мне не подходит. Коляска дороже всего на две тысячи рублей, но она уже надежнее. Производители уверяют, что ребенок отъездит в ней все положенные ему два с половиной года. Но я бы выбрал все-таки Маклара. Во-первых, дышащий материал. Во-вторых, замок удобный. В-третьих, складывается. Очень-очень удобно. Я еще раз вам покажу. Мне кажется, Маклара. К тому же здесь есть ручка. Можно повесить на плечо. Ну что ж, я сравниваю. Вы выбираете. Прежде чем купить, смотрите Тест ТВ. Тест ТВ.